Слава Богу не опоздали! В духовном центре Казанской иконы Божьей Матери выпекают заключительную партию пасхальных куличей. За смену израсходовали 200 килограммов муки. Кондитеры и пекари у плиты стоят по 12 часов. Перед светлым Христовым воскресеньем стараются, чтобы всем прихожанам достался лакомый кусочек. Стараемся держаться, чтобы было и у нас хорошее настроение, и куличики хорошие получились, чтобы было все светленько. А хозяйкам, которые в домашних условиях будут выпекать куличи, что посоветоваете? Есть у вас какие-то особые секреты? Помолиться с Божьей помощью. У нас вот иконки есть. И главное, со светлой душой все получится. Правильно ложить все по рецепту, ничего не выдумывать. Получается вкусно, да? Да, должно. Здравствуйте, а вас как зовут? Зоя Александровна. Зоя Александровна, ну мы с вами тоже знакомы. А у вас-то как настроение сегодня? Отлично, отлично. Такой праздник светлый, конечно. Стараемся держаться все, стараемся, чтобы было хорошо, чтобы люди были довольны. Чтобы не было. Там даже если помятый какой-то кулич, мы его не ложим, отбираем, все делаем как для себя. А вот пробуйте потом свои куличи? Конечно, с каждой выпечкой мы пробуем. Как? Все, вот можем вам угостить, посмотрите. Нормально, все вкусно, все по рецепту, все делаем, да. Так, нашу масочку. Я им подняю, сразу масочку задаю. Они будут еще вот эти куличи, они могут их видать. В печи куличи находятся около часа. Помимо прокалывания, их готовность определяется и по весу. Куличики от Матронушки всегда получаются очень вкусные. Пекари говорят, что нет особенного рецепта. Просто не жалеть масла, молока, яиц и сахара. И работать с настроением, с ожиданием пасхальной радости. Ну вот, чтобы куличики такие красивые получились, наверное, нужно какое-то специальное, ну, особое настроение, да. Настроение, покатать хорошо, чтобы он на бок не был. Потом глазируем. И они у нас получаются красивые. Что вы хотели бы вот жителям всем пожелать перед светлым праздником Пасхи? Ну, перед Пасхой. Чтобы в каждой семье все было хорошо. Приходили, осветили, купили Пасху, осветили в храме у нас. И праздновали Святой День Пасхи. Кондитерский цех напоминает цветочную лужайку. В этом году куличи решили украсить салатовой глазурью. На праздничном столе эти красавчики создадут весеннее настроение. Я подписываю, пишу, вот, ХВ, Христос Воскрес, куличи мы делаем, цветочки мы делаем сами, ну, как бы, вот декорации делали разного цвета, но зеленый цвет нравится больше всех. Полянка, весна, очень любят дети, ну, как бы, пользуются спросом. А вот эти цыпляточки? Нет, цыпляток мы покупали, потому что у нас еще не такое большое производство, чтобы, вот, делаем, вот, видите, цветочки сами, а остальное... А цветочки из чего делаете? Цветочки сахарные, сахарной мастильки. То есть сахарное покрытие, здесь кроме сахара ничего нет, и пищевой краситель, то есть абсолютно безвредно. Вот, можно и взрослым, и детям. За четыре дня пекари из духовного центра Казанской иконы Божьей Матери изготовили 8 тысяч пасхальных куличей. Первыми будут угощаться детишки из центра «Родник». Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести».